Всем здравствуйте! Сегодня 26 июля, 2024 год, Одесса. Пятница. Да. В Одессе идёт дождь, шёл всю ночь, и вчера шёл дождь. Он так говорит, мелкий, да. Но вчера был не мелкий. Температура плюс 20-22. Солнца нет, поэтому прохладно, очень приятно. Погода чудесная. Смотри, я не знаю, будет ли вам видно. Недавно на днях был пожар, горела крыша. Даже не крыша, а в этом храме. А деревянное покрытие, и крышу спасатели срывали. Крышу. Да, это мы уже... Мы хотели сразу пойти на ту улицу. Мы уже пошли по здесь, чтобы показать вам этот храм. Да. Здесь вот напротив столовая для малоимущих. Трамваи ходят, троллейбусы. Так, хорошо. Что я хочу вам сказать за Одессу? Я забыла, что я хочу сказать. Ну, постоянно, вы знаете, постоянно что-то происходит. Аварии, пожары, поджоги, драки. Ну, вот этого всего, честно говоря, мне не хочется говорить. Я такое выкладываю немножко на нашем канале Телеграм. Одесские прогулки. Ссылку на звание выставляю под каждым видео. В Ютубе я за такое... Мы за такое редко говорим. Недавно писали тоже, что появилась корь. Но она уже... Четыре случая недавно выявили кори. В Одесской области дети заболели. А вообще, с начала года 19 случаев. Есть привитые, есть непривитые. Среди детей в основном. Даже привитые заболели? Да, да. По-моему, шесть человек привитых из 19. А вот эти, что недавно, четыре человека, дети, они были все непривитые. Родители по религиозным взглядам не хотели детей прививать. Ну, это как писали в этом. Ну, а еще, что ты знаешь, выступил наш мэр Труханов. Заявлением с речью, видео было, чтобы люди платили коммунальные услуги за коммунальные услуги. И если есть долги... Ой, наверное, закрой зонтик. И если есть долги, что желательно заплатить за долги. Немного. Вот что-то, видите, полиция остановила машину. Вот проверяют документы. Что у многих долги за тепло есть, за свет, за газ. И просят заплатить, что это чревато. Что будут потом... Ну, это не он говорил, это уже я говорю, что если не платят за долги через пару месяцев, будут отключать свет и отопление, и все такое. Я знаю, что когда война началась, президент Украины сказал... Уже все, уже этого нет. Платить? Так. Вот это знаете что? Вот это такая неприглядная дверь, вы посмотрите, в парадную. Здесь когда-то жила Кира Муратова. А тут что написано? В этом доме с 44 по 53 жил доктор исторических наук Константин Павлович Добролюцкий. Да. А то, что здесь жила Кира Муратова, здесь не написано. Ну, вот это вот такая вот неприглядная дверь в парадную. А сама парадная очень красивая. Ну, чтобы туда попасть, надо подождать, чтобы кто-то из жильцов открыл. И тогда мы... У нас даже на Аллее звезд Кира Муратова есть. А она, да, почетный гражданин Одессы, это точно, я знаю. А вот на Аллее звезд... Да, есть. Да. Ну, я знаю, все, можете... Нет, я знаю, все... Нет, нет, там точно, да, седьмой номер, да. Там очень красивая парадная. Мало того, что там шикарная лестница еще мраморная. Художник расписал. Ее муж, да, муж Кира Муратовой, он расписал. Да, там очень красивая. Мы каждый раз, когда идем, ну, все время мы не попадаем, а трудно попасть. Ну, может быть, когда-нибудь повезет. Давно как-то просили, чтобы мы пошли... Ну, вот могла показать, могли показать только парадную. Дверь саму, вернее, даже не парадную. Да, ну, Кира Муратова, режиссер, сценарист, актриса. Я думаю, все за это знают. Я, скорее, вообще, режиссер, актриса. Она снималась тоже, да. Умерла она в Одессе, все. Альдара Визанов тоже снималась. Да, да, он тоже артист, да. По жизни, да. Что у нас в Одессу? Да, ну, вот, как вы видите, погода у нас... Ой, мне так хорошо в этом погоду, мне жарко, слушайте. Но предупреждают, вы знаете, море бурлит, шумит. И предупреждают, чтобы не шли по пирсам, чтобы не было таких случаев, как у нас был. Погибла девочка, я уже рассказывала, еще раз говорю. Потому что, опять же, вчера... Смотри на эту лодку, да. Вчера, или... Да, по-моему, вчера мужчина плавал на надувном матрасе именно вот в эту погоду. Вчера, потому что была тоже штормовая погода. И чуть не утонул. Его спасли спасатели. Да, и поэтому все время предупреждают и просят. Вот в такую погоду не надо идти на море. Если идете, то будьте осторожны, не надо нырять, купаться на надувных предметах, ну и так далее. Ну, я смотрю, люди, они них ничто не останавливает. Это все очень проблемно. Ох ты, тут что-то открыто. Давай заглянем. Мы на эту улицу никогда не заходили ни в какой двор. Какая прелесть! Давайте. Просто прелесть! И липа. Шикарная липа. И котяры. А, посмотри, вот эта лестница. Боже, какая прелесть! Ну, а там вдалеке видны новостройки. Здорово! Да, дождик небольшой, поэтому мы не под зонтиком. Вчера, Игорь Сергеевич, мы были дома, никуда не ходили. Был дождь, но Игорь Сергеевич пошел на базар. Мы, как было сильно жарко, мясо не покупали. И Игорь пошел купить немножко мяса. Я решила сделать фаршированный перец. И наша знакомая, которая продает мясо, у которой Игорь Сергеевич все время покупает его, передает ему записку от нашей подписчицы со Львова, Людмила. Людмила, мы получили вашу записку. Спасибо. Мы поняли, что это вы давно уже написали, где-то месяц назад. Но мы не ходили, да. Мы на базар ходили. Игорь делал базар, но мясо мы не покупали в такую жару. Канадильники боимся. Нет, страшно, его не донесешь домой, от дома, в такую пожару. Оно сгорит. И, кстати, из-за этого и цена упала на мясо, да? Наверное. А как тебе нравится за огурцы эта цена? 70 гривен огурец. Да, я тоже вчера немножко умеялся. Вы знаете, да, Игорь купил синенькие по 30 гривен, да? Да. А этот перец болгарский почем? По 30 и 35. Да, 30 и 35, а огурец 70. Помидора, ну, и разная есть, 80, 100, 70. Канада 80, 100, а обыкновенная помидора 50, 60. Да. появилась эта полевая якобы сливка, но я не верю, что это наша сливка, я ее не видела, я надо посмотреть, но наша сливка, она не такая, это иностранная сливка, я не буду утверждать, чья, она более крупная, более такая толстокожая и блескучая. Наша сливка не такая на вид. Ну, и, конечно, наша, когда ее разрываешь, она мясистая, сладкая, очень аппетитная. Обычно мы всегда сливку покупали в сентябре, в конце августа, да, Игорь? Да. и для закруток. Ну, может быть, и да, сейчас раньше, но я не верю, что это наша сливка, но будем посмотреть уже, это, сам факт, что за огурец мне цена удивляет, что цена только поднимается. Так, синяя, слышишь? Да, синие дешевле, чем огурцы. 30 гривен, 30, было 35. Ну, вот, что-то странное происходит, да. По огурцам непонятно. Да, это точно. Это из-за засухи его нет, он горит. Ну, наверное, наверное, они поливают, наверное, или в теплицах можно вырастить, там, где не попадают лучи, прямые солнца. Ну, ладно, да, наверное. А, свет, что вы знаете, у нас вчера весь день был свет, и у нас не отключали, но это не у всех. Например, у моей сестры на черемушках, у нее отключали на час один раз. У кого-то вообще тоже, как и у нас, не отключали. А у кого-то один раз отключали. В общем, у всех по-разному, я же всегда рассказываю. Ну, полегче, все равно. Да, сразу. Так у нас напряжение, что вы знаете, сегодня 225 есть напряжение. Правда, я успела все постирать уже заранее. Ну, и уже все высохло два раза. Да. Да, ночью у нас была воздушная тревога. Сегодня один раз. ночью, да. Вчера, по-моему, среди дня тоже было один раз. Вот. Ну, позапрошлую ночь, вы уже все знаете, наверное, прилет есть в области был. Есть пострадавшие, есть сгоревшие дома. Ну, в общем, вот такое. да, это было в прошлую ночь. Не в Одессе, но в Одесской области. Это все рядом. А еще такая новость, вы же все знаете, сегодня начинается Олимпиада Франции и наша теннисистка Одесситка Элина Светолина будет нести флаг украинский, представляя нашу украинскую команду всю. Очень почетно. Да, это мы всегда говорим за Одессу, за Одесскую область, за знаменитых одесситов, поэтому мы за это и сказали. Я часто ее турниры, как она играет, выставляю, с каким результатом играла в разных турнирах, выставляю на нашем канале Телеграм Одесские прогулки, часто они всегда пишу, не только они, за других теннисисток одесских, она не одна у нас, такая знаменитая. И она, по-моему, самая титуальная. Ну, да, да, ну, какая разница, я просто подчеркиваю, что она не одна, и Одесса дает свои знаменитости, не только театральная, не только артистов, юмористов, но и спортсменов, ученых, много знаменитостей одесских есть до сих пор, о которых можно говорить. сейчас идет мелкий-мелкий дождь, ну, я, Игоря, попросила зонтик закрыть, очень неудобно под зонтиком снимать, потому что и так пасмурно, и зонтик еще закрывает, я не всегда вижу весь обзор, что я вижу, что я показываю, что я снимаю, ну, под мелким дождем можно пойти, может быть, на камеру что-то попадет, уже как-то был случай одно видео, стали писать мутно, почему так мутно, протрите экран, это был не экран, это на камеру, вспотела камера, там один написал, да, это правда вспотела камера, случилось так, что я поставила телефон рядом с замороженной водой, да, держала в руках и держала воду прямо возле экрана, возле камеры, и камера запотела, я не думала, что так будет, ну, да, потому что мне начали протрить это, протрить это, перед каждой съемкой я протираю, я смотрю, но я не могла знать, что запотеет, так, что такое, а мы, кстати, в тот день вот это видео сняли, и мы сняли еще несколько видео, очень интересных, и сняли переулок Чайковского, и зашли там, как раз так получилось, там были все ворота открыты, мы заходили во все дворики, и получилось такое видео прелестное, и мы там встретили подруги, женщину, нашу подписчицу с Португалии, да? Да, и она нас говорила, так улыбалась, она была со своей дочкой, настолько слов добрых сказала, и мы тоже хотим сказать, дорогие мои, спасибо всем, кто нас поддерживает, материально, морально, спасибо, мы всем благодарны, абсолютно. Ну, мы это видео удалили. Да, я, ну, я хотела, но потом все-таки решила, что уже мой статус не такой, что я могу такое видео выставлять. Одно так получилось случайно, Муасичка, ты сюда всех зазываешь? Новая пекарня, да, какая-то? Верно. Да, к сожалению. Поэтому, если нас смотрит эта подписчица с Португалии, вот мы говорим, что так получилось. Ну, бывают разные случаи, что ты сделаешь. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну, а наши знаменитые одесские котики, улюбленцы Одессы, да, они ведут себя очень спокойно, комфортно. В Одессе любят котов и кошек. А, кстати, насчет котов выступил тоже директор нашего зоопарка. Я это видео, кстати, тоже выставила на нашем канале Телеграмм Одесские прогулки с просьбой, что, оказывается, они не должны брать ни кошек, ни собак. Они берут только животных таких с дикой природы. А им подбрасывают очень часто, оставляют, потому что знают, что они уже не берут. А им приходится брать, потому что они не могут. Ветеринары их лечат, их врачи лечат этих животных. И вот он обратился с просьбой, что, если кому-то нужны кошечки, чтобы приходили к ним и брали. Они все ухоженные, все уже здоровые с просьбой, потому что у них нет такой возможности их держать. Они не просят денег на этих кошечек, ничего. Просто просят забрать, если кому-то надо. Многие идут на стараконы, покупают дорогих кошечек, ищут, можно просто взять бесплатно, там есть разные породистые, не породистые, так что если кто не знает и кому нужны кошечки, пойдите, возьмите, сделайте доброе дело. Я знаю одесситы все кошатники, очень многие, у меня много подписчиков кошатников, но не все, конечно, могут взять, все понятно, у кого есть свои. что-то гарю пахнет. Сварочная работа. Уже знаешь, когда гарю пахнет, уже настораживаешься. А, кстати, вот это то, что церковь загорелась, говорят, что, может быть, это даже и поджог, будут разбираться. да, да, сначала, да. вот, не знаю, не знаю. Это все предположения будут разбираться, следствия уже будут идти. Это все, там надо все смотреть и разбираться. Ну, наверное, все. Мы прилично пошли, прилично погуляли под дождем летним приятным. будьте нам здоровы, берегите себя и пусть у всех наступит завтра. наступит завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!